Памяти героев тыла посвятили и межрегиональную научно-практическую конференцию строительства сурского и казанского оборонительных рубежей «Трудовой подвиг народов Поволжья». Архивисты, историки, краеведы и общественные деятели обсудили историю создания одного из самых масштабных сооружений в годы Великой Отечественной войны. Решение о строительстве оборонительных рубежей в Поволжье было принято спустя 4 месяца после начала Великой Отечественной войны. Гитлеровские войска уже вплотную подошли к Москве. Возникла угроза их продвижения вглубь страны. Тогда и начали спешно возводить оборонительные сооружения в тылу. Оборонительный рубеж сурский и казанский – это не только территория Чуваши. Это длинная цепь оборонительных рубежей, которая протянулась через добрые десятки разных регионов, которые вместе должны были обеспечить защиту крупных промышленных центров Поволжья и Фридуралья от возможного прорыва немецких войск. Огромное количество физических и моральных сил, здоровья и времени было затрачено на строительство рубежей, которые, к счастью, не пригодились. Но практически до конца войны их поддерживали в боеспособном состоянии. Документы о Великой стройке долгое время были засекречены и поступили в научный оборот сравнительно недавно, лет 10-15 назад. А в последний год, когда в Чувашии началось предметное всестороннее изучение этой темы, возникло множество вопросов. Ответы на них можно найти только в архивных документах. Ну, наша задача, конечно, как у историков, у сообщества историков, архивистов, общества ведов разного профиля, в том числе и краеведов, собрать воедино все, что мы сегодня имеем, чтобы дальше поколения уже знали, что происходило, как происходило. В Чувашии уже вышли несколько изданий, посвященных подвигу строителей сурского и казанского рубежей. В основном, воспоминания участников. Последнее, которое представили сегодня, сборник подлинных исторических документов, в котором можно по первоисточникам проследить все этапы строительства.